давайте попробуем решить такую задачу нам нужно определить парность скобок например это может понадобиться в каких-то статических анализаторах кода когда мы открываем скобку и например забыли ее закрыть например как нам вообще можно получить эти скобки в принципе можно сделать какой-то regex по тексту и отфильтровать и оставить только скобки окей давайте попробуем решить задачу парности скобок через стек и пробуем по мере развития мысли что-то записывать окей давайте напишем какой-то метод чтобы там что-то делать и назовем его например is valid мы хотим определить валидные ли скобки соответственно метод нам что-то должен вернуть валидный или нет поэтому давайте напишем что он будет возвращать какой-то bull и соответственно он должен что-то принять поэтому мы напишем что мы хотим принять какую-то строку окей после этого нам нужно создать сам стек потому что с помощью него мы хотим и сделать эту штуку и нам предлагает создать стек но стек а не стрингов а мы создадим стек чаров чтобы записывать туда символы окей далее как мы сделаем нам нужно проверять каждый символ для этого чтобы перечислить символы мы сделаем форич форич по строкам так пусть будет не знаю пусть будет с но с был да давайте чар наверное чар тоже есть окей пусть будет такой чар так давайте подумаем что нам нужно сделать нам нужно теперь проверять этот символ и давайте скажем если наш чар неудобный символ давайте сделаем символ си если этот символ равен открывающиеся скобки то мы возьмем и в стек поместим этот символ но если символ теперь закрывающий скобкой то мы из стека сделаем возврат символа и напишем правильные кавычки для чара окей так если что если си равен хорошо то есть мы помещаем скобку и забираем скобку если она парная а если не парная она остается в стеке соответственно после этого мы можем проверить и сказать что если стек каунт равен 0 давайте пока не так напишем напишем прямо если стек каунт равен 0 значит все хорошо сейчас мы поговорим почему все хорошо а если нет значит все плохо то есть мы помещаем открытую скобку потом закрытую и стек у нас нулевой дальше вот здесь мы поместили скобку убрали скобку а теперь у нас закрывающая скобка мы попытались убрать у нас будет ошибка да давайте напишем такое условие что если стек каунт равен 0 и у нас сразу закрывающая скобка то можно не ждать а сразу сказать что у нас все плохо и выйти из метода вот окей давайте проверять да чтобы проверить нам нужно во первых вызвать этот метод и напечатать что там давайте его вызовем здесь и и передадим туда нашу строку и запустим и мы видим что false у нас попала сюда давайте сделаем так добавим еще раз вызовем запустим у нас true давайте сделаем много открывающих и пара закрывающих запустим false а если добавить тоже false то есть уже после этой все плохо даже если мы так будем добавлять вот но у нас здесь считается только парность то есть вот это попало потом опять это попало потом они закрылись в принципе так и есть то есть мы здесь открыли скобку например дальше пошел какой-то текст опять открыли потом закрыли скобку закрыли ну вот такой анализатор то есть здесь какой-то вложенный например код так давайте попробуем сделать сразу возврат и проверим будет ли он правильно работать return stack count 0 давайте проверим на маленьком количестве скобок так так 0 значит true так false сразу вот так тоже false давайте еще раз сделаем как было две такие две таких тоже все правильно а если одну добавим то false окей в принципе сюда можно помещать набор этих скобок например вот такие можно скобки помещать то есть проверить даже здесь можно сразу проверить но я не уверен что у нас все правильно будет работать сразу давайте попробуем так если такая закрывающая скобка или если такая но у нас она будет не совсем правильно работать потому что у нас получается разные нужно это помещать в разные стеки потому что это и это будет считаться заодно давайте создадим еще один стек тогда нам нужно просто не сюда условия записать а записать куда-то здесь и в принципе перечислить то же самое но можно 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 сделать это более универсальным как мы это сделаем нам в идеале нужно получить в одну строку вот эти скобки а в другую строку вот эти скобки да давайте сделаем так так сюда приходит строка это хорошо но сами скобки так скобки в принципе это этот подойдет потому что у нас сейчас пока что за раз придут либо эти скобки либо эти давайте создадим еще одну штуку строку и передадим ее сюда и проверим будет ли она с этими скобками работать вроде как работает проверяем так здесь должен быть true если это или это если это или это так стек 2 мне не нужен сюда передаем стек 2 так почему она не работает с этими скобками это странно а ну да потому что мы здесь сюда не передаем то что нужно и нам нужно проверять я наверно ошибся сразу нам нужно проверять его си строке да теперь все верно работает там я тоже ошибся но я думаю это интересно было заметить окей теперь все верно работает еще можно сделать так чтобы либо здесь был какой-то массив этих символов допустимых мы проверяли входит ли эта штука в этот массив например может еще как-то можно более оптимизировать передавать например какие-то другие вещи но это уже так входит ли это уже так входит ли это уже так Продолжение следует...